Здравствуйте, уважаемые любители аудиотехники! В этом ролике я изложу основы компьютерного моделирования усилителей звуковой частоты. Всегда после завершения предварительного дизайна схемы усилителя мощности звуковой частоты очень желательно подробно проверить схему в симуляторе. В процессе этой работы непременно придется вносить изменения в схему. Здесь я опишу минимально необходимую методику анализа по пунктам. Итак, начиная с первого пункта. Анализ стабильности тока покоя при изменении температуры транзисторов. Дальше. Анализ токов, напряжений и рассеиваемой мощности на всех элементах. Проверка области безопасной работы, Safe Operating Area, транзисторов. Анализ переходных процессов, после включения питания. Анализ границ устойчивой работы, Phase Margin and Gain Margin. Оптимизация элементов частотной коррекции для минимизации задержки в петле обратной связи. Проверка работы в режиме клипа при перегрузке по входу в два раза. Проверка усиления прямоугольного входного сигнала. Анализ линейности на синусоидальном сигнале от нуля и до полной мощности. Проверка влияния разброса параметров транзисторов и резисторов. Проверка помехоустойчивости по питанию. Определить требования к пиковой нагрузке источника питания. Итак, анализ влияния температуры на ток покоя. Очень трудно мне было добиться хорошей термокомпенсации тока покоя. Да еще так, чтобы этот ток покоя не превышал 30 мА и при этом не было ступеньки. Причем от слова совсем. Объяснение и проверка будут при анализе линейности в следующих роликах. Итак, перепробовав множество известных решений, я не нашел подходящего для меня. Пришлось напрягать извилины и работать без сна и отдыха. Но решение найдено. Правда, пришлось немного переделать схему. Теперь все четыре транзистора ВТ-3, ВТ-4, ВТ-11 и ВТ-12 расположены на одном радиаторе. И ВТ-3 теперь такой же, как ВТ-4, а ВТ-12 такой же, как ВТ-11. Кроме того, добавлены два низкоомных резистора 0,2 Ом, двухваттные. В эмиттеры ВТ-4 и ВТ-11. Убраны диод и несколько резисторов. Добавлены фильтрующие конденсаторы С2 и С9. Схема в полный размер показана на следующем слайде. А внизу зависимость тока покоя от температуры выходных транзисторов. Напомню, что корпус ВТ-5 приклеен непосредственно к корпусу ВТ-4, а ВТ-10 к ВТ-11. Стабильность тока получилась необычайная. Ток не меняется даже на миллиампер от 20 до 100 градусов. Это, конечно, модель. Но на постоянном токе точность модели весьма высока. Вот она, слегка измененная схема усилителя. Изменений очень немного. Итак, 3 секунды. Анализ токов, напряжений и мощности. Анализ произведен при помощи модели в симуляторе Symmetrix или iSIM-PE. Схема модели на рисунке ниже. Симулятор переведен в режим анализа на постоянном токе. На вход подано линейно возрастающее напряжение. Измеряются ток коллектора, напряжение коллектора-эмиттер и рассеиваемая мощность всех транзисторов. Но это еще не все. Очень важно проверить область безопасной работы Safe Operating Area транзисторов ВТ-4 и ВТ-11. Эта проверка критически важна, но почему-то игнорируется в российских источниках. Итак, вот перед вами модель. 3 секунды. Анализ токов и напряжений выходных транзисторов. Итак, результаты моделирования приведены на диаграммах. Предельно допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзисторов ВТ-4 и ВТ-11 80 Вольт. Максимальная же рабочая 48 Вольт. Нет проблем. Максимально допустимый ток коллектора 10 Ампер. А максимальный пиковый рабочий ток 5 Ампер. Тоже нет проблем. Так все в порядке? Нет пока. Проверяем область безопасной работы. Для этого сначала построим отдельный график зависимости тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер. Вот он, этот график, который и понадобится для определения области безопасной работы. Область безопасной работы выходных транзисторов. Накладываем тот самый отдельный график напряжения ток на даташитовский график в нужном масштабе. Вот он наложен. Красная кривая чуть вылезает за границы для постоянного тока. Вот эта кривая DC для постоянного тока. Но у нас-то ток переменный, и транзисторы работают поочередно. Поэтому это еще допустимо. Но нельзя повышать напряжение питания, чтобы не залезть слишком далеко за пределы области безопасной работы. А теперь измерим напряжение и мощность рассеяния на всех транзисторах. Экспериментально установлено, что наибольшая мощность на всех транзисторах достигается при пиковом выходном напряжении плюс-минус 15 вольт. Результаты указаны в таблице. Ток коллектора всех транзисторов, кроме выходных, так далек от предельного, что даже не указан. А у выходных он уже найден. Это 5 А в пике. Транзисторы WT4 и WT11 имеют максимальную паспортную мощность 36 Вт. В то время как максимальная рассеиваемая мощность, найденная из модели, только 14 Вт. Здесь тоже все в порядке. Особо отмечу, что слабое место мощных транзисторов, как биполярных, так и полевых, это область безопасной работы. Ее нарушение происходит задолго до превышения паспортной мощности. Всегда имейте это в виду. А вновь введенные резисторы, R10 и R17, рассеивают 1 Вт каждый. Все остальные же меньше 60 мВт. Переходные процессы при включении питания. Для анализа переходных процессов необходимо установить нулевое начальное напряжение на всех конденсаторов в схеме модели. Время счета выбрать 2 секунды или больше. Шаг счета при этом можно выбрать 1 мс. Именно такие параметры я и выбрал. Проверены. Сдвиг нуля на выходе и ток покоя. Условия такие. Первое. Плавный рост обоих питающих напряжений от 0 до 24 Вт за 50 мс. Напряжения равны. Второе. Тоже. Но напряжения отличаются на 1 Вольт. Положительное выше. И третье. Напряжения одинаковы. Но положительное растет быстрее отрицательного. 50 мс положительное и 100 мс отрицательное. Вот перед вами диаграммы. Соответственно, номер 1, номер 2 и номер 3. Посмотрите, как ведет себя выход. Здесь, здесь и здесь. А также ток покоя. Здесь, здесь и здесь. Что касается тока покоя, все прекрасно. А вот что касается выходного напряжения, то тут есть некоторая особенность. При асимметричном росте напряжения питания появляется повышенное смещение нуля на выходе, которое может вызвать легкий хлопок при включении. Но если есть защита акустической системы, то, конечно, никаких проблем быть не может. На этом до свидания. Но продолжение следует. В следующем ролике будет устойчивость против линейности, компромисс. А также анализ влияния разброса параметров деталей. Вопросы и конкретные предложения по-прежнему сюда. Подписывайтесь на канал. Вас будут ждать инженерный материал и много интересных и необычных электронных штучек. И не только из области аудиотехники. А если уж надоест электроника, вас ожидают веселые викторины с участием трех мудрецов из Готема. Наверное, некоторые помнят старую английскую песенку. В переводе маршака звучит так. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, длиннее был бы мой рассказ. А что с ними было до утопления? А много забавного и интересного.